друзья всем привет сегодня расскажу вам о своей досветке расскажу вам о своих лампах о своих полках потому что многие задают вопросы и каждому так вот отвечать ну то есть более подробно получится только в видео поэтому рассказываю про свою досветку еще раз ну конечно сейчас она у меня более расширенная более можно так сказать усовершенствованная потому что ламп у меня стало больше и досветка моя ну как бы меня начала радовать больше прошлом году где-то в марте но в этом году только в марте я снимала видео рассказывала вам про то как я купила юниелевскую лампу на пробу вот мне она понравилась и я решила просто в течение там года там следующего года пополнять эти лампы но по мере возможности не вот сейчас у меня на полках висит по две такие лампы лампы у меня юниель 18 ватт вот наверное вот здесь параметры мы увидим с вами перевернула 18 ватт кремово-розовое свечение так вот так длина моей полки где-то 56 сантиметров длина лампы тоже 56 сантиметров но за счет того что вот полка моя стоит практически вплотную к откосу и здесь креп крепеж лампы он упирается в стену и как бы лампа до конца не доходит то есть ну маленькая часть растений вот это она остается недосвечен это вот я тут пакет прилепила пакетом завязала лампу просто не меня все вот он опять сейчас затянул они меня просто висят низко а это я их специально приподняла чтобы снимать было удобно видео чтобы были видно видны хотя бы растение чтобы не такое скучное видео было так в общем на каждой такой у меня полки моя полка состоит из четырех ярусов ярусов на каждом ярусе у меня находится по две вот такие лампы юниэль 18 ватт кремово-розовое свечение мне очень понравилось как они себя показали как под ними начали окрашиваться растения но я решила больше не экспериментировать и покупать именно их но потому что меня все устроил устроила во первых для глаз очень свет практически белый то есть никаких там таких вырви глаз ядерных розовых оттенков нет в общем все хорошо и для глаз но и растением нравится это самое главное глаза тоже конечно главное в общем тут как бы получилось что обоюдно нравится и мне и растениям и поэтому я на них остановилась в этом году я решила полностью снять все рассеиватели с ламп то есть здесь рассеиватели были вы понимаете что такое рассеиватели да вот здесь вот такая вот штучка была матового она была цвета непрозрачная и я их все сняла потому что я читала во многих источниках что рассеиватели скрадывают часть света где-то я читала что рассеиватели забирают до 30 процентов освещения то есть растения получают меньше света на 30 процентов из-за рассеивателей потому что свет преломляется и уже свет идет под другим углом к растениям то есть света становится меньше в других источниках я читала что девушка какая-то измеряла прибором даже и написала что рассеиватель забирает вообще до 100 процентов света то есть без рассеивателей в два раза света больше чем с рассеивателем ну вот самого момента с того момента когда я занесла растение на полке с улицы я сразу сняла рассеиватели вот сейчас но где-то полтора месяца пройдет и вот в такие особо пасмурные месяца это ноябрь-декабрь ну и январь даже можно сказать потому что еще в январе тоже не очень хорошо солнышко светит но по крайней мере в нашем регионе и вот еще ну где-то до середины может быть декабря может быть до начала декабря они у меня повисят без рассеиватели потом я на одну полку натяну рассеиватели но чтобы сравнить окрас чтобы сравнить вообще что с растениями происходит как лучше ну по отзывам без рассеивателей намного ярче свет но хуже в каком плане рассеиватель он для чего служит для того чтобы рассеивать свет да то есть тут само название говорит само за себя рассеивает свет то есть свет распространяется вот от лампы то есть он сейчас он светит ровно то есть захватывается только та часть растений которая попадает под лучи вот под излучение я поставил руку и вот смотрите основное освещение где вот здесь вот видно да что как освещена рука с рассеивателем же рука будет освещена полностью то есть поверхность с рассеивателем будет захватываться больше но мощность вот этих лучей она будет меньше в общем я хочу определить как будет лучше ну как я уже сказала вот рассеиватели на одну полку надену где-то в начале декабря так что еще сказать расстояние от лампы до растений у меня приблизительно 5-10 сантиметров где семь где восемь дело в том что растение то они не все одного размера вот допустим ибо не она поменьше лавли роуз уже больше намного видно что там сантиметр на 4 она возвышается над ибо не поэтому естественно лавли роуз будет доставаться больше света чем вот той же ибо не той же вот боже боже в флоре дети но вот покажу на этой полке вот допустим до этого растения до начала растения от начала лампы 7 сантиметров ну вот до этого растения уже 4 сантиметра дальше вот эта лампа я ее сейчас при специально приподняла для видео а так она тоже висит где-то вот на таком расстоянии то есть вот это растение и хеверия кайхосе вот это она от лампы где-то наверное будет вот так сантиметра 23 я боялась так низко пускать растения думала не будут жечься но пока все нормально хотя корпус лампа знаете греется нормально вот конечно руку не откидываешь от того что горячо но тепло очень ощутимо я здесь от нехватки места пыталась здесь вот эти лампы они ровно у меня соединены сейчас вот сейчас вот так они это вот я вот эту я уже говорю подняла для того чтобы снять видео чтобы света было больше чтобы растение были более лучше видны но это просто мне не получилось поднять потому что здесь у меня такая кустарщина прям даже стыдно показывать но вот здесь крепеж такой он заводской натуральный а здесь уже липушки мады ин ирина вот тут просто обычные саморезы я вкрутила и никаких проволок у меня и вот таких вот канатов железных нет и просто на толстую толстую шелковую нитку прилепила вторую лампу поэтому заводской крепеж он регулируется то есть лампа пускается беспроблемно выше ниже можно регулировать а эту но если только просто откручивать нитку это очень долго потом ее обратно закручивать но в общем проблемно вот и так что вот это вот лампа она висит тоже на на таком же расстоянии то есть сейчас она под углом а когда они висели рядом вот на одном расстоянии вот так на одном уровне я здесь пыталась городить городушки на два куска пенопласта вот я говорю сейчас про то что очень греются эти лампы вообще корпус ламп греется у меня на пластмассовых поддонах лежат листики ну для проращивания вот но думаю света здесь и хотя бы днем хватает это лучше чем где-то на холодильнике еще где-то и вот я на два куска вот таких пенопласта достаточно толстые куски телефон что ли в них был я не помню уже но где-то тут сантиметр наверное четыре шириной у меня эти два куска пенопласта вот так лежали не на них я ставила поддон с листиками и многие листики я загубила потому что поддон все равно грелся несмотря на то что вот пенопласт он не пропускает тепло то есть все было нормально и все равно вот так стоял поддон и в поддоне были листья и они многие сварились то есть они стали прозрачными да что такое ну думаю ладно один засох два засох 3 засох потом 10 засохла потом 15-20 засохла думаю что такое не могу понять а потом до меня дошло я попробовала поддон он оказался горячий ну горячий это значит все капец и все и в общем я от этой идеи ушла чем ближе лампа к растениям тем меньше растение тянется и больше окрашивается вот у меня здесь арастахис приходит в себя это все равно капризничает вот один видите вот желтенький это уже ему капут не знаю по какой причине но все равно здесь он хотя бы вот растет компактным таким съежившимся и уже видите дал очень много поросли лампа здесь а тарась от арастахиса от начала розетки до лампы тут где-то сантиметра наверное три может быть четыре не больше вот поэтому я говорю очень нравится растением когда лампа практически вот в упор на них смотрит но дело в том что чтобы над всеми растениями сделать в упор здесь нужно вешать лампы в три ряда чтобы хотя бы света хватало на весь проем у меня ширина полки где-то наверное сантиметров 35 и вот на 35 сантиметров две лампы если опускать впритык этого мало а если их поднимать выше еще с рассеивателями то я думаю что они будут все равно подтягиваться чуть-чуть не критично но чуть-чуть если поливом не будете регулировать то будут конечно немножечко тянутся ну не в соплю тянутся но так ну той компактности которую мы все ожидаем мне кажется не будет но не утверждаю конечно каждая лампа у меня в общем чтобы было меньше выключателей я соединила цепь вот такими вот не знаю как они называются но в общем соединителями в комплекте к лампам шли маленькие они хороши для того чтобы соединять лампы рядом а соединять лампы на таком расстоянии этих соединителей было мало то есть ширина их было там то ли 10 сантиметров то ли 7 но вот если с вот этими вот с со штырями то намного меньше сантиметров 7 где-то и я вот эти соединители заказывала на алиэкспресс по 3 по 30 сантиметров и по моему по 50 по 30 соединяло вот эти лампы между собой а по 50 соединяло вот верхний ярус соединяла с вот этим ярусом в общем так цепочкой то соединяется там потом здесь второй ярус соединяется опять вот этой штукой и они у меня все от одного выключателя то есть от одной вилки чтоб 10 тут розеток не втыкать таймер у меня нет у меня лежат два таймера но я их по я пока дома я не стала их подключать вот лампы работают где-то наверное часов ну может быть по 14 в день может быть по 15 а когда и 12 я за этим как бы не сильно слежу но конечно темновую фазу нужно соблюдать фотосинтеза потому что растением ночью все равно нужно отдыхать ну так приблизительно вот сейчас глубокая ночь меня вот разобралось снимать видео сейчас глубокая ночь где-то пол первого ночи зале у меня уже все отключено но здесь пока работают пока я бла-бла поэтому они работают сейчас закончу снимать видео я естественно их отключу вот так приблизительно до 11 до 12 часов ночи работают а включаю если солнечный день то включаю вообще там наверное в час дня потому что солнце еще в окна вот у нас было пару дней солнечных и я лампы включала только после обеда потому что ну нормально растением вот электричество тоже нужно беречь и лампы тоже беречь нужно потому что срок то их недолговечный там сколько на них написано срок работы 30 тысяч часов ну что-то у меня в это не очень верится вообще конечно это дорогое удовольствие лампа юниэль одна лампа я покупала в леруа по моему 890 рублей что ли ну без каких-то копеек 900 рублей штука не дешевые я вам скажу и одну я купила лампу фитолета эта лампа ставлю фотку эта лампа купил я ее одну единственную на пробу в этой 18 ватт в юниелевской а фитолета напомним тоже юниелевской но называется фитолета не знаю почему в фитолете 15 ватт спектр там тоже такой хороший спектр именно фитоспектр вот ну знаете отсвечивает какими-то зелеными полосами купила просто одну единственную на пробу потому что она была в разы дешевле она стоила 350 рублей это фитолета 350 а юниелевская почти 900 разница конечно ощутимая а мощность на 3 ватта только меньше ну не знаю она у меня сейчас светит над красовыми вот она она у нее видите там огоньки красный и белый а подставляешь руку получается зеленый оттенок не знаю будет видно нет вот видно рука зеленоватая ну вот пока смотрю я на красулы оттенок у них не пропадает то есть уличный оттенок как с которым я их занесла он у них остается таким же как и был на улице но отсюда как бы я делаю выводы что фитолета тоже бюджетный и очень даже неплохой вариант может быть как-нибудь переменяю две лампы местами и повешу над эхивериями чтобы понаблюдать как будто окрашиваться под этой лампой эхиверии ну вообще я считаю что пока света растениям достаточно просто если сравнить то что было у меня в прошлом году и то что у меня в этом году конечно разница ощутимая я даже сейчас светодиоды эти не включаю свои они у меня рабочие но пока мне кажется достаточно здесь всего вот сейчас при вас попробую щелкнуть интересно в кадре изменится что-нибудь или нет вот тоже на каждой полке по 2 светодиодные ленты я не знаю правда их мощность но раньше у меня растения жили только под этими светодиодами для глаз они очень яркие но для растений конечно не очень потом сравню видео сейчас не могу сказать ничего потому что ну да что то есть все равно мне кажется света прибавляется но пока я светодиоды не включаю будут совсем уже мрачные когда дни дождливые тогда может быть буду включать но и вообще они у меня как резервный вариант вдруг какая перегорит лампа и я тогда буду включать светодиоды светодиоды естественно не фито обычные светодиоды которые тоже покупались флеруа мерлен но выбирала я самые яркие продавец мне ничего толком не объяснил сколько у них мощность вот брала уже так просто на глаз это было раньше когда вот только я себе сооружала вот эти полки и подбирала для них материал ну вообще конечно мне нравится эффект от этих ламп я уже говорю я сравниваю то что у меня было и то что сейчас конечно небо и земля растения компактные вот вот этой хеверия мина это последняя корея их приходило наверное штук пять голов или четыре не помню в общем самую дохлую маленькую я оставляла себе я ее они были на длинных ногах под вытянутые листья нижние я у нее оторвала где-то тут по моему даже один или два дали детку остальные у меня были вот в этом поддоне они там успешно засохли которые на пенопласте стояли вот амина видите она вот на раз наращивает себе уже принялась наращивает себе такую яркую красную компактную макушку блестящую то есть цвет вот я говорю про цвет цвет отличный компактность тоже есть не тянется хотя амина пришла вытянутая это о чем говорит о том что условия ей нравится ну вот тут вот мои малыши вот эти которые я вам показывала мои последние приобретение детки вот черный принц варегатный сильвер принц он вроде неплохо принялся растет киров тоже вот дальние то голубая тоже уже у него вырисовываются листики так как должны быть один на другой накладывается уже вот прям хорошо на подросла а вот это корейка которая безымянная была но не безымянной там у нее какой-то мудреное название которая супер красивая за которой я гонялась целый год что-то она вот не как сидит кряхтит такое чувство что ее там игры с кто-то но вроде никого у нее нет но она пришла какая-то такая странненькая немножко вот но буду надеяться что оклемается и все с ней будет хорошо если что буду заново пересаживать всегда помогают вот если у вас растение не растет детка там не укореняется не принимается либо принялась и вот тормозит стоит на одном месте просто пересадите ее это работает это уже проверено я сейчас про своих деток всех которые меня были которые все летние детки у меня стояли я их всех пересадила потому что они летом стагнировали из-за не росли из-за того что они находились под палящим солнцем я когда забуду палить а у них детки во первых пьют много а во вторых слишком ветра было много и в общем земля у них было их нужно было поливать ежедневно земля высыхала моментально вот а я их поливала естественно не ежедневно там когда руки дойдут в общем они стагнировали у меня не росли просто замерли потом когда кончилась жара начин начались перепады температур перепады температур тоже на них действовали критично то же самое они не росли они поярче стали но расти все равно не росли при занесла я их домой они у меня постояли наверное недели три дома и все равно роста от них не было вроде тепло вроде и под лампами уже а все равно роста не был нот я их всех пересадила те которые в зале они прям хорошо так уже начали расти уже видно что принялись но некоторые пока принимают там новые корешки наращивают но я с уверенностью говорю что пересадка не растущих растений иногда работает вернее не иногда всегда это я просто уже знаете думаю о другом и поэтому говорю то что язык мели то и говорю меня вот здесь тут вот есть у меня их и верия черный принц она у меня очень плохо растет то есть она у меня после посадки почему-то затормозила в росте вот выдала даже цветонос но не растет и то же самое творится с ахиверией черный рыцарь вот она она черная листья без тургора вялые хотя вот она полито я его недавно поливала и все равно листья морщится я до этого отрывал у нее морщинистые листья думаю ну может быть вот эти листья там с ними что-то нет не так следующий ярус морщинился в общем наверное придется мне отрубать голову и переукоренять это растение но если нужно еще достать его и посмотреть что там у него с корнями я к чему это говорю к тому что пересадка иногда работает но опять иногда всегда опять вот взгляд кинула вот на этих деток вот детки этих деток я пересаживала наверное ну кого подсаживала кого просто пересаживала где-то наверное дня три назад то есть они еще даже не укоренились но над детками высоковато лампа я когда их лепила я лепила их вот с этой стороны ну вообще где хватало лепила на проволоке вот на такие мои держались то вот на проволоке но на всех проволок не хватало чем проволока удобно ее можно просто повыше поднять быстренько подогнуть где проволок не хватало там нитки нитки тут вот даже еще скотч до этого не у меня на скотч это старая лампа скотч не ничем не отдирается клеят скотча и вот чернота у тут и на лампе а здесь просто на нитках то есть на нитках намертво уже регулировать нельзя и вот на дыбу где-нибудь проволоки обязательно пущу вот та лампа у меня очень высоко висит неудобно снимать но вот 11 сантиметров это от вот этой розетки от маленькой автор glow конечно чуть чуть повыше но я сюда линейку не приставлю потому что линейка здесь ну смотрите сами вот упирается тоже один сантиметров но от от самого последнего листа где-то сантиметров наверное 6 в зале на двух полках у меня тоже самое сняты рассеиватели со всех ламп абсолютно со всех только вот там у меня одна красная розовая ядерная еще наверное два года назад я и покупал она и слабая очень там 8 ватт у нее всего лишь вот она у меня там на хаворте и светит хаворте много света не нужно а так все и вот на ней у меня рассеиватель не снят но просто руки не дошли атаку на всех сняты рассеиватели ну и все наверное вот все что я хотела вам сказать про свои лампы про свое освещение не знаю как дальше пойдет но пока вот первый месяц прошел после того практически месяц где-то дней на 27 прошло с того времени как я занесла все растения в комнату ну пока пока мне нравится пока меня все устраивает некоторые растения стали ярче вот камера как-то сегодня вообще у меня камера барахлить начала в каком-то знаете какой-то белой дымки все снимает растение намного ярче чем снимает их камера вот и многие стали ярче чем они были на улице вот мэнса смотрите какая стала мэнса середина красная у нее прям яркая яркая окрасилась вот это тоже окрасилась подружка хорошо сейчас она более такая розоватая на улице она была коричневого сиреневого цвета но вообще тут а яшка очень красивая очень интересная она как хамелеон у нее постоянно разные оттенки постоянно мне она очень нравится вот так что еще ну котеледон вот этот пенденс наверное все таки я так думаю что все равно он начал немножечко подтягиваться потому что ну во первых он у него строение такое это не солнце которое просто держала его в стагнации сейчас он себя более комфортно чувствует и вот он начал опять отращивать себе лапы я же его весь обрезала мне просто хотелось компактный компактный вот такой кустик из вот этих виноградинок и я как бы добилась этого результата но сейчас вот он опять пустился в рост и уже начал разбрасывать свои усы на другие растения но это его природа его не изменишь это не пахифитум который можно сдержать редким поливом это котеледон котеледон он ампельный и что ты с ним не делай все равно у него природа берет свое все равно у него вот эти лапы сначала растут длинными потом не спадают и все и он вот такой он такой есть вот пахифитум он компактный его можно сдержать и можно с ним проводить такие манипуляции в ограничивании его роста вот с этим товарищем сложновато с этим справлялась только яркое палящее солнце но опять почему потому что он был именно в стагнации то есть он не рос сейчас он растет вот и вся разница вот моя красоточка она вообще цвет не потеряла вообще стало мне кажется еще ярче даже чем было на улице даже при перепаде температур обожаю и просто обожаю и конечно тесно уже здесь она сидит в девятке и вот за девятку на уже давным-давно переросла шикарная розетка конечно это наверное я повредила чудо клювик у нее ну красота общение необыкновенная красота просто такой лотос обалденный без прикрас вот без фильтров без всяких вот смотрите какая красота будто действительно покрасили вот ваша не продает крашеные растения ну как будто действительно его помазали ну и все остальные тоже неплохо держатся я кстати вот этих деток пересадила и вот первый результат наверное дня три она тут постояла под этой лампой это кремно-седум little джем он был полностью зеленый полностью сейчас вот смотрите у него прям розоватые листики уже появляется красненка ну таким прям ярко-красным он естественно мне кажется не будет под лампами таким каким бы он был на солнце при перепадах температур но все равно то есть процесс уже пошел это было наверное тоже пересадка это было может быть не 5-6 назад вот за 5-6 дней смотрите уже прям из зеленого превратился в розоватый такой красноватый ну по крайней мере в буроватый но не зеленый ну что вам еще показать а это вот кстати лист вот он грабтоверия деби этот лист он уже кстати давал деточку но все его можно будет выкинуть детка это она ничего с ней не будет вот он сварился у меня на этом на поддоне так сейчас долежит еще денек выброшу ну вот друзья наверное все про освещение если какие-то вопросы будут задавайте но мне кажется вот про свои лампы и я рассказала то есть вот сейчас вот эту лампу я пущу на будет вот так где-то висеть сейчас она у меня тут завязана мешками но могу сейчас даже сейчас уже развязать чтобы показать вот и там еще зацепилась ну вот опустила как было как должно быть как у меня она находится на какой длине ну линейку я не поставлю вот здесь нет здесь поставлю вот здесь от растения до начала лампы 8 сантиметров здесь 7 потому что розетка выше здесь вообще наверное вот от кончика листа не дотягивает линейку упирается ну сантиметров 6 а здесь вообще наверное сантиметра 4 вот видите 4 и она очень сильно окрашивается сильнее чем на улице пахи фитум также вот этот тоже низко свет ему светит и он тоже малиновый весь прям яркий яркий ну а вот стой конечно я уже говорила то надо пускать это высоковато но все равно неплохо и арпет тоже розовинку имеет что там еще и мэнса окрасилась тоже красная пинк руби тоже окрасилась она и была пинк руби конечно красноватая пинк руби кстати вот скоро приедут много пинк руби будет больших розеток таких из италии ой куда и вот вот пинк руби линейкой другой ну все все друзья всем спасибо за просмотр желаю вам крепких здоровых растений и здоровья мира вам и вашим семьям пока пока